Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Прохождение летсплея на ютубе буду рад вас всех там увидеть. Ну и также кто не знал на моем канале совсем недавно стало 1000 подписчиков и появилась кнопочка спонсировать рядом с кнопочкой подписаться. Поэтому если кому-то интересно кто хочет стать моим спонсором всего за 99 рублей в месяц вы можете получить различные бонусы от интересных стикеров в чате во время прямых трансляций стримов. Можете почитать про все подробные функции этой подписки при оформлении этой же подписки. Ну что же давно не выходили у меня ролики на канале были только стримы. Надеюсь сейчас вернусь в нужное русло будем потихоньку заканчивать. Про Evolution Soccer 2021 два выпуска как раз здесь осталось я посмотрел уже по времени в карьере за игрока. Поэтому надеюсь скоро мы уже и закончим и карьеру из-за игрока которая вам полюбилась которая здесь самая у меня сейчас до сих пор держит марку одной из самых популярных по просмотрам карьера. Поэтому как-то так. Сейчас у нас домашняя игра против Саундгемптона. Они давайте посмотрим где они идут. Они идут на 17 строчке борются за выживание. Ну а мы постараемся сегодня одержать победу. Составы на ваших экранах. Пятых у них на воротах. Мы в нападении с рейтингом 98 с капитанской пояской 2DH. Поехали. Ну что же. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Саундгемптона. Английская премьер лига. Приветствует вас на своих экранах. Поехали. И все-таки забиваем. Все-таки мы затолкали. 40-ая минута. Хороший, во-первых, был наш прием мяча. Оторвались от защитников. Практически там на грани офсайда мы отыграли. Вот этот вот прыжок. Ну и Вестергард здесь пытался как-то нам помешать. Но, к сожалению, против рейтинга 98 поделать что-то трудно. И замечательно. Еще и голевую передачу отдаем. Мэйсон Гринвуд забивает. Делаем счет 2-0. 80-ая минута. Все супер. И все. Заканчивается матч. Финальный свисток. Уверенная. Домашняя победа. Гол плюс голевая у нас сразу же, так сказать, с первого выпуска. С нашего долга вот этого вот возвращения. Долгожданного тем более. Два удара в створ у нас было. И оба стали результативными. 7-5 у меня оценка. После 25-го тура мы все так же лидируем и в 5 очков опережаем Манчестер Сити. Отыграл уже 33-й матч в сезоне. Забил 29-й гол в сезоне и отдал 7-ю голевую передачу. Итак, сейчас мы играем против Эвертона на выезде. Посмотрим, на какой они строчки. Они идут на 15-й. Практически как уровень Саундгемптона. Но вот не знаю, помогут ли им домашние стены. Составы на ваших экранах. Эвертон против Манчестер Юнайтеда. Поехали. Итак, Гудисон Парк. Эвертон против Манчестер Юнайтеда. Это английская премьер-лига. Поехали. И какой гол забивает Брэндон Уильямс. Вы просто посмотрите. Хороший удар на 10-й минуте. Я думал, сейчас на самом деле мяч мне там как-то вот ляжет на ногу, либо он мне отдастся. Он в касание решил пробить из-за пределов штрафной. Ну и вот. Доверил ему Сульшер капитанскую повязку. И как здесь он просто вложился, а? И мяч ведь нырнул в конце. Из-под рук вратаря. Там вряд ли, мне кажется, голкипер бы мяч этот достал. И отлично. Отдаем голевую передачу. И это снова, кстати, Мейсон Гринвуд. 38-я минута. Делаем счет 2-0. И второй уже голевой пас в сегодняшнем выпуске. И снова же на Мейсона Гринвуд. Вот здесь очень хорошо на ложном убрали. Дальше, причем пройдя с мячом, многие на ложном замахе убирают там под себя. Я решил продолжить свое движение. И получилось все замечательно. И все. Финальный свисток. Снова у нас победа с счетом 2-0. Правда, теперь я не забил в этой игре. Но все же отдал голевую передачу. Итак, лучшим игроком матча признан Гринвуд. А у меня оценка 7-0. После 26-го тура у нас лидерство в 7 очков над вторым местом. Ну и за 30 матчей этого сезона у меня 29 плюс 8. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Вестхэма. Они идут на седьмой строчке. Серьезный соперник, который может побороться, наверное, за Еврокубки уж точно. Составы на ваших экранах. Играем дома. Манчестер Юнайтед против Вестхэма. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед сегодня принимает Вестхэм Юнайтед. Интереснейший матч. Шансы, на самом деле, может быть равны. Что-то да и покажет. Надеюсь, сегодня Вестхэм. И все, заканчивается матч. У нас нулевая ничья. К сожалению, как я и сказал, Вестхэм что-то да и смог показать. Вырвали ничью против первого места. Ну и заслуженная ничья. Лучшим игроком стал Ведран Чорлоков. У него оценка 7-0. У меня оценка 6-5. После 27-го тура у нас лидерство в 5 очков над вторым местом. Итак, сейчас она сыграв в Кубке Англии против Волверхэмптона. Мы играем дома. Волверхэмптон, кстати, идет на третьем месте в английской премьер-лиге. То есть, составляет конкуренцию неплохую другим командам. И сейчас идет в тройке лучших команд Англии. Поэтому будет очень интересно и жарко на футбольном поле в Кубке Англии. Поехали. Итак, Кубок Англии. Мы играем в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Манчестер Юнайтед против Волверхэмптона. Поехали. И отлично. 1-0. Десятая минута. Хорошо разыграли этот угловой. Ну и забиваем первый же гол в Кубке. Именно мы вот так вот на выезде можем стоять. Играем на нейтральном стадионе. Но в любом случае для нас это выезд. И отлично. 2-0. Пушечка сейчас прямо залетает. Сразу же буквально минута так через вот 20 забиваем еще один гол. Главное побольше забить. Быть спокойным на второй тайм. И отлично. Счет 3-0. Шестидесятая минута. И снова голевая наша уже третья в выпуске. И снова Мейсон Гринбель. И все-таки пропускаем. 82-ая минута. 3-1. Пошли все в атаку игроки в Уверхэмптоне. А Ван дер Берг нам забивает. Уверенная победа в Кубке Англии. Со счетом 3-1. Дубль плюс моя голевая нам приносит победу. И проход в следующую стадию. Почти. Почти получилось у меня забить хат-трик. Немножко не повезло. Отпраздновал естественно с болельщиками. Поблагодарил их за то, что поддержали во время матча. Ну и 3-1. Хорошая победа. 7-5 у меня оценка. Итак, в других матчах четвертьфинала Кубка Англии. Манчестер Сити. Прошел Водфорд. Минимально Тоттенхэм разгромил Ливерпуль. Мы прошли в Уверхэмптон. И Челси прошлись катком по Уэстбромвичу. И скорее всего мы будем играть в полуфинале против Челси. Итак, за 36 матчей сезона забил 31 мяч. И отдал 9 голевых передач. Итак, сейчас у нас выездная игра против Ливерпуля. Они идут на четвертой строчке. Вот так вот сыграли сейчас в Уверхэмптону в Кубке Англии. Сейчас идет четвертая уже строчка. Рядышком они сейчас идут. Конкурируют между собой. Ну вот постараемся сейчас добиться очередной победы. Составы на ваших экранах. Ливерпуль против Манчестера. Поехали. Итак, мы на Энфилде. Ливерпуль против Манчестер Юнайтеда. Английская премьер лига. Первая строчка встречается против четвертой. Поехали. И отлично. Как сейчас просто мы все это филигранно разыграли, а? Шестая минута. 1-0. Ливерпуль пропускает на своем же стадионе. Посмотрите. Вот здесь вот отлично. Причем мы начали эту атаку с перехвата. Очень хорошо здесь вытянул на себя Гринвуд. Вот Ван Дайка. Он пролетел, остался с ним. Ну а Гринвуд меня в абсолютно пустую зону вот вывел. Слава богу, мяч в Гринвуд не попал. Ну а здесь мы хорошо так закрутили. И отлично. Забиваем дубль. Ворота Ливерпуля тоже хорошо здесь разыграли комбинацию. Хороший у нас пристрельный был удар. Здесь аккуратненько на финте прошли, отдали в пустую зону, получили мяч. Ну и в касание с нерабочей ноги забили. И все. Заканчивается матч. Уверенная у нас победа на выезде. Мой дубль приносит нам победу над Ливерпулем. Два удара, два в створ. Замечательная результативность. Оценка 7-5 у меня за матч. После 28-го тура мы все так же на первом месте и лидерство в 5 очков. За 37 матчей сезона, 33 гола, 9 голевых передач. Итак, а сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Стадия, я так понимаю, 1-8 начинается. Мы играем против Атлетика Мадрид. Мы играли уже, если я не ошибаюсь, ну а мы играли в Барселоне, вот в Испании. Поэтому сейчас снова мы туда возвращаемся. Там Киллиан Мбаппе в паре с Жоа Феликсом, у которого рейтинг 79, наверное, он уже перевоплотившийся, либо очень старый. Так что я вот не знаю, что про это можно еще сказать. Поэтому Атлетика против Манчестера. Поехали. Итак, Ванда Метрополитана, Лига Чемпионов, Атлетика Мадрид против Манчестера Юнайтеда. Поехали. И отличный сейчас мог быть момент. Все-таки гол. Все-таки мы забиваем. Получается. Тем более еще и выездной гол мы забиваем в Лиге Чемпионов за Манчестера Юнайтед. Супер. И все-таки мы пропускаем. 63-я минута забивает Киллиан Мбаппе. Вот так на добивании он отыграл. И снова счет у нас ничейный. И все, заканчивается у нас матч. Голевая ничья 1-1. Гол на выезде мы хотя бы забили. Поэтому есть небольшое у нас преимущество перед ответной домашней игрой. Я стал лучшим игровым матчем. У меня оценка 7-5. За 38 матчей в сезоне я забил 34 мяча. Я дал 9 голевых передач. Итак, у нас сейчас домашняя игра против Челси. Они идут на шестой строчке. Тоже интереснейший матч. Противостояние мировое. Манчестер Юнайтед против Челси. Составы на ваших экранах. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Челси. Английская премьер-лига. Интереснейший матч. Поехали. И отлично. Под самый занавес первого тайма мы забиваем очень важный гол. Потому что Челси доминировали по ходу первого тайма. Здесь мы все-таки на свою сторону переводили. Итак, очень опасный штрафной. 70-я минута. Надо попробовать над Канте мяч этот пронести. Будем стараться. Удары именно прямо над Канте. Замечательно. Со штрафного удара отлично мы приметились. И забиваем дубль ворота Челси. Глупое, наверное, решение от Каудио Брауду оставить именно Канте в стенку. И именно от Канте прицелился и пробил. И мы забиваем Х3. 82-я минута. И именно на Олд Траффорд мы забиваем хитрик ворота лондонского Челси. Замечательно. 4-0. 4-0. Антони Марсиали громит своим последним голом лондонская Челси. Еще и вот такой серпантин на бровке он запускает. Все, финальный свисток. Домашняя разгромная победа на Челси. Вот он голо Канте, над которым и пролетел тот самый мяч, которым я и забил Х3. Именно третий мяч, или нет, или второй я со штрафного забил, нет, второй я забил, да, со штрафного, но в любом случае Канте, именно над ним прям этот мяч подло так пролетел. 8-5 у меня оценка. После 29-го тура у нас все так же лидерство в 5 очков над вторым местом. За 39 матчей в сезоне я забил 37 мячей и отдал 9 голевых передач. Итак, сейчас у нас игра против Вестбромвича. Они идут, кстати, на 10-й строчке, но у нас снова домашняя игра. Посмотрим, хватит ли нам сил теперь еще и на Вестбромвич. Все-таки, мне кажется, все силы могли мы потратить именно на Челси. Поехали. Итак, Олд Траффорд, Вестбромвич, Альбион приезжает на домашний стадион Манчестера Юнайтеда. Поехали. И замечательный гол. 68-я минута. Смогли все-таки вот этим сквозным пасом найти меня мои же одноклубники. Ну и посмотрим. В стеночку. Здесь замечательно мы вот отыгрались. Ну и все. На рывке и за штрафной ударом в подкрутке мы забиваем. Итак, снова штрафной удар. Здесь я даже не знаю, кого мне перебрасывать. Все высокие футболисты в стенке. Но попробуем, почему бы и нет. И он снова залетает. Рикошетами, но залетает. Второй матч подряд я забиваю со штрафного удара. Но такого у нас никогда не было. Мне кажется, даже в FIFA 20, да, когда мы делали карьеру за игрока. И все уверенная домашняя победа над Весбровичем. Мой дубль нам приносит победу. 7,5 у меня оценка. После 30-го тура у нас все так же лидерство в 5 очков. За 40 матчей я забил 39 мячей и отдал 9 голевых передач. Сейчас у нас, наверное, самый главный матч сегодняшнего выпуска. Это Манчестерское дерби. Первая строчка играет против второй. Если даже Манчестер Сити на сегодня победят, они только уменьшат наше лидерство. Поэтому нужно нам сегодня обязательно побеждать. Мы все-таки играем еще и на выезде. Нам будет вдвойне труднее. Но я надеюсь, мы справимся с этой трудностью. Составы на ваших экранах. Манчестерское дерби. Играем на выезде. Поехали. Итак, эти хат-стадиумы Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед. Это Манчестерское дерби. Поехали. И мы пропускаем. На первых же минутах, на 100 минуте, Габриэль Жезус открывает счет в сегодняшнем матче. Супер. Прошло столько же, сколько и Жезусу понадобилось забить. Через 6 минут я сравниваю счет. Отлично. 1-1. Ничего еще не ясно. Супер. 2-1. Голевая передача на Унувара прошла. И мы снова в игре. Теперь мы выходим вперед уже. Ну что же, минимальная победа в Манчестерском дерби. И увозим мы 3 очка с Этихада. 7,5 у меня оценка. После 31 тура мы опережаем нашего соперника на 8 очков. За 41 матч мы забили 40 мячей и отдали 10 голевых передач. Итак, сейчас у нас игра в Лиге Чемпионов. Мы играем дома против Атлетика Мадрид. На выезде мы все-таки забили. Поэтому сейчас важная игра может станет решающей. Ну, по составу вроде как изменений не сильно. Кореа только играет теперь в нападении, а не Жоа Феликс. Ну, посмотрим. Манчестер Юнайтед против Атлетика Мадрида. 1-8 Лиги Чемпионов. Ответный матч. Поехали. И вот так вот в подкате забиваем и выходим вперед на 5-й минуте матча. Замечательно. И все. Минимальная победа Манчестера над Атлетико Мадридом. Тем самым мы выходим в четверть финал Лиги Чемпионов. У меня оценка 7-5 за матч. В других матчах Бенфика вынесла Мюнгинскую Баварию с счетом 4-2. Барселона сыграла в ничью с ЦСКА, но все-таки смогли по гостевому голу выйти в четверть финал. Ливерпуль также отыграл с Мадридским Реалом и по гостевому голу вышел в четверть финал. Мы прошли Атлетико Мадрид минимально. Аталанта вынесла Манчестер Сити со счетом 5-0. Интер тоже вынес Челси со счетом 4-1. В дополнительное время Миддлэнд датский клуб вынес голландский Аякс со счетом 2-1. И также вот Армения в дополнительное время переиграла Спортинг со счетом 3-1. За 42 матча у меня 41 гол и 10 голевых передач. Итак, как мы уже видим, в четверть финале мы встретимся против Барселоны, против своей бывшей команды. Будет интересно, конечно, против них сразиться. Но сейчас у нас игра в рамках английской премьер-лиги. Играем против Лидса. Находятся они ниже 10-й строчки. Сейчас посмотрим. Они уже все, мне кажется, тут уже вылетят, но будут бороться за выживание. Ну, тут немножко, буквально 4 очка не хватает до 17-го места. Ну что же, играем дома. Не знаю, все ли мы силы потратили на Атлетика Мадрид. Составы на ваших экранах. Манчестер против Лидса. Поехали. Итак, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед против Лидс Юнайтеда. Театр мечты сегодня принимает эти две команды. Английская премьер-лига снова на ваших экранах. Поехали. И все, заканчивается у нас матч. Нулевая ничья против Лидса. Скорее всего, вот это вот набранное очко пойдет на пользу только Лидсу. После 32-го тура мы все так же лидируем, но теперь вот на 6 очков. Ну а сейчас у нас игра в Кубки Англии. Мы играем в полуфинале против Челси, с которыми недавно вот сыграли. Разгромили их 4-0 на Олд Траффорде. Я забил хэтрик. Состав Челси и Манчестера на ваших экранах. Поехали. Итак, кстати, полуфинал выполнен именно на Олд Траффорд. Поэтому сейчас мы надеемся, что получится сыграть абсолютно так же, как и в рамках английской премьер-лиги. Ну что же, Манчестер-Челси, Кубок Англии. Поехали. И замечательный гол. Я уж так промолчал, думал, не залетит такое. Но Мейсон Грин вот забивает и выводит нас вперед. И замечательно. 2-0. 74-я минута. И, мне кажется, мы уже точно в финале. Супер! Еще и голливую мы отдаем. 81-я минута. Пероти забивает. И все так же мы громим Челси на Олд Траффорде. И все, финальный свисток. Снова разгром на Челси. И мы в финале Кубка Англии. У меня оценка 7-5 за матч. Но в противоположном полуфинале Манчестер-Сити по пенальти переиграл Тоттенхэм. Так что Тоттенхэм снова без трофея у нас. Даже без малейшего шанса. Но у нас снова Манчестерская дерби. За 44 матча я забил 42 гола и отдал 1 за гелевых передач. Ну что же, дальше у нас идут товарищеские матчи сборной России. Поэтому мы оставим это уже на следующий выпуск. На последний, между прочим, выпуск карьеры за игрока. Поэтому, ребята, обязательно поддержите сегодняшний видеоролик. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Подпишитесь на мой инстаграм. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жидко на встрече, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok